Наша сегодня с вами встреча посвящена, собственно говоря, функции налогового мониторинга в 1С управления холлингом. Что сегодня будем рассматривать? Сегодня хотелось бы рассмотреть непосредственно с чего вообще начинать налоговый мониторинг, то есть теоретические аспекты, и непосредственно как это реализовано в системе. По преимуществу налогового мониторинга, прям несколько слов сказать, для чего это нужно и какие даются преимущества. Что такое налоговый мониторинг? Это когда налоговый инспектор имеет возможность в режиме реального времени посмотреть всю нашу документацию, все наши бухгалтерские налоговые регистры, всю информацию. То есть это не выездная камеральная проверка, а именно непосредственно доступ к нашим данным, доступ к нашей первичке. При этом налоговый инспектор может еще привлекать и каких-то экспертов, сам может всегда смотреть. То есть как бы казалось бы, что тут хорошего, полный доступ постоянно. Но тем не менее есть преимущества от этого, не просто так это сделано, реализовано. И вот для того, чтобы понять, а какие плюсы мы от этого имеем, как раз сейчас с вами это и увидим, просмотрим. Итак, что у нас есть? Какие преимущества? Ну, во-первых, это отсутствие камеральных и выездных проверок. В принципе, если вы подключены к данной функции, то уже выездных камеральных проверок у вас не будет. Дальше. Вы можете оперативно решать все проблемы в режиме онлайн, то есть без каких-то там судебных издержек, без суда. Можно, есть возможность ответить на вопросы, так скажем, полюбовно договориться. Мы в системе с вами посмотрим, как это технически происходит. Дальше. Есть возможность расшифровки каждого показателя декларации до первичного документа. И инспектор имеет эту возможность. То есть вам не надо там бегать, расшифровывать, собирать документацию, копировать ее, подшивать, нести в налоговую. То есть это все уже не ваша забота, а непосредственно налоговый инспектор. У него есть система. Хочешь расшифровать, считаешь, тебе это необходимо, пожалуйста, вперед можешь расшифровывать. То есть такая функция есть. И вот эта вот нагрузка с бухгалтерской службы уже снимается. Есть интерфейс для налогового инспектора. Это специальная роль. Она есть сейчас в управлении холдингом. И как раз мы зайдем под ролью налогового инспектора, налогового мониторинга. Что там? Там ограниченные права доступа. И инспектор имеет доступ только к документам именно регламентированного учета. Не какие-то управленческие, казначейские документы. Он к этому уже не может иметь доступ только вот к бухгалтерской первичке и отчетности. И какое еще преимущество, что эта функция обеспечивает налоговому инспектору ввод запросов на предоставление документов и разъяснений. И в системе фактически вот этой перепиской происходит протоколирование действий. То есть все, что сделал инспектор, все, что он запросил, то, что он посмотрел, вы знаете, к чему он прикасался, какие документы он смотрел. И в системе есть отчеты о работе запроса на систему, то есть к чему прикасался инспектор, чем он интересовался. И о работе налогового органа в витрине данных организаций. То есть вы будете всегда в курсе мыслей, хода мыслей вашего налогового инспектора. Здесь слайд, это официальная информация по поводу процентов по снижению различных рисков и других негативных вещей. Это статистика 1С, они так представляют, что, во-первых, повышается эффективность функционального налогового планирования. То есть вы всегда знаете позицию налогового органа. То есть вы можете всегда спланировать свою налоговую нагрузку. Ну и, соответственно, снижается риск до начисления различных налогов. Плюс к этому идет сокращение временных затрат. То есть, естественно, сокращается время проверки. Ну, как мы уже с вами проговорили, что, разумеется, сокращается время на подготовку этой документации, на то, чтобы ездить, общаться с инспектором. Вот это все время у нас пропадает. При этом смотрите, что срок проверки сокращается с 5 лет до 1 года и 9 месяцев при использовании данной функциональности. Сокращение времени на подготовку документов, естественно, и сокращение объема времени на подтверждение корректности предоставленных данных. То есть налоговый инспектор сам в системе подтверждает или отклоняет. И снижение расходов на соблюдение налогового законодательства, на освобождение от налоговых проверок, сокращение объема истребуемых документов. Ну, это логично, потому что эти документы можно взять в системе, сокращение судебных издержек, потому что судов, соответственно, меньше становится. И сокращение расходов на налоговых консультантов в связи с тем, что просто аккуратненько заносить документы в систему правильно, последовательно. И тогда система сама вам все рассчитает, сама все покажет с инспектором, фактически договорится. Такая волшебная кнопка, да, то есть получается сокращение затрат на налоговые проверки. Это, собственно, про преимущества. Мы проговорили, для чего нужен налоговый мониторинг, в чем его плюсы непосредственно. Дальше вопрос, а как же перейти на налоговый мониторинг в принципе? То есть недостаточно иметь просто 1С управления холдингом или же 1С налогового мониторинга, есть такая система, да, куда входит 1С бухгалтерия предприятия, функциональность, которую сейчас мы посмотрим именно непосредственно налогового мониторинга. И плюс еще есть система МСФО, ну и в каком-то зачаточном состоянии система отчетности бюджетирования. Это все 1С налоговый мониторинг может делать, ну или управление холдингом, как мы с вами смотрим. Итак, недостаточно иметь только техническую возможность, надо еще иметь и, так скажем, разрешительную возможность, чтобы вам разрешили этим заниматься. А это тоже непростой путь для того, чтобы перейти на налоговый мониторинг. И здесь приведена выдержка из налогового кодекса, каким образом необходимо перейти. Это необходимо заявление согласовать не позднее 1 июля года предшествующего, тому году, с какого вы хотите начинать выполнять налоговый мониторинг системно. И вместе с заявлением еще ряд документаций. Во-первых, это регламент информационного взаимодействия с налоговой инспекцией, он должен быть составлен. Ну, информация об организациях и физических лицах, которые участвуют в организации. Как бы здесь проще не сравнить с подготовкой регламента. Это необходима учетная политика для цели налогообложения и внутренние документы, регламентирующие систему внутреннего контроля организации. То есть вместе с заявлением необходимо подать вот эту документацию. И подчеркиваю, что не позднее 1 июля. На своих проектах мы уже формировали, помогали заказчикам перейти на налоговый мониторинг. Здесь у нас была не только техническая помощь, ну, вот именно чисто автоматизация, но также как раз мы готовились к вот по этим моментам. Необходимо было подготовиться по регламенту, по учетной политике, по внутренним документам. То есть это была у нас такая совместная история с заказчиком. И здесь представлено, собственно, как мы шли, какие шаги. Возможно, для вас это будет полезно. То есть мы выделили здесь задачи. Это разработка модели информационного взаимодействия организации с налоговым органом. То есть это непосредственно проект регламента, который необходимо согласовать. Первая глава, то есть вот это разработали. Далее необходимо было определить порядок предоставления налоговому органу доступа к информационной системе. Каким образом это происходит. Про порядок тоже немножко позже проговорим. Есть вариации, скажем так. Дальше непосредственное обсуждение с налоговой инспекцией, с представителями налоговой инспекции самого проекта. То есть мы обсуждали, так это будет, не так, в какой форме. То есть согласование, потому что налоговая инспекция должна принять этот документ и согласовать со своей стороны. То есть вот это первая задача такая большая, глобальная. Вторая – это подготовка, порядка ведения бухгалтерского налогового учета и формирование отчетностей. И плюс к этому моделирование на тестовой базе. Вместе с документом регламент налоговая инспекция запросила, так скажем, демонстрацию, демо-базу. А как это будет в реале? То есть бумага – это бумага, то, что есть на бумаге, да, хорошо согласовали. А как же это будет в системе? И вот как раз происходило моделирование с демонстрацией налоговой инспекции, налоговому инспектору, там комиссия была, какие же шаги необходимо было провести. То есть вот это было проделано. Следующее. Необходимо, как мы уже посмотрели по налоговому кодексу, предоставить информацию по внутреннему контролю организации. Это также мы отдельно описывали, да, какие контроли, какие уровни контроля есть. Это все было также описано и также отдельно согласовано. Здесь написаны даты, до какой даты, почему. Потому что мы помним, что до 1 июля должны подать. То есть все действия у нас должны быть выполнены до 1 июля. Четвертая задача – это была, опять же, демонстрация преднастроенной системы, каким образом мы показывали это все, согласовывали с налоговой инспекцией, как это будет, собственно, в реалии происходить, да, и обсуждение. И вот как раз запуск в опытную промышленную эксплуатацию вместе с налоговой инспекцией – это до 30-го, 06-го, чтобы с 1-го числа, с 1-го июля уже можно было отрабатывать опытную промышленную эксплуатацию. И вот до 30-го же предоставление документов для запуска системы налогового мониторинга. То есть прежде чем вообще подойти к системе именно чисто в 1С, необходимо пройти такой довольно сложный путь. Да, здесь вы можете сами проходить этот путь, можете консалтеров привлекать к помощи. Но, конечно, лучше, если это будут консалтеры, которые одновременно же и внедренцы по 1С для того, чтобы это все было два в одном. Потом мне пришлось после консалтеров переделывать под реалии 1С, что же может там 1С на самом деле. Собственно, вот это те задачи, которые у нас были непосредственно перед стартом работы. А теперь немножко, вот я говорила, что есть вариации, варианты архитектуры. Какие у нас варианты архитектуры есть? Смотрите, есть два варианта. Первый вариант – это когда у вас рабочая база. Есть рабочая база, вы в ней работаете, управление холдингом, или туда консолидируются данные, или как-то попадают из внешних информационных баз. Ну, неважно. В общем, РСБУ и налоговый учет у вас ведется непосредственно в вашей системе. И вы налогового инспектора запускаете именно в свою рабочую базу. Под ролью, какую мы с вами сегодня посмотрим сейчас, что видит непосредственно налоговый инспектор. То есть он работает в вашей базе под своими правами. Ну, собственно, вот первый вариант. Второй вариант – это непосредственно витрина данных. То есть ваша база – это ваша база, вы туда никого постороннего не пускаете. Но есть а-ля копия базы, да, витрина данных, куда поступают, загружаются с определенной периодичностью. Конечно, там должны быть свежие данные, а не там полугодичной давности. Те данные, которые вы считаете должны попадать для налогового инспектора. То есть такая витрина данных. И как ее настроить, ну, так, примерно, да, как настроить, мы тоже сегодня с вами посмотрим. И первый вариант, и второй вариант – они оба имеют место быть. То есть заказчик сам выбирает, что же он хочет. Очевидно, есть плюсы и минусы у каждой из систем. Ну, вот по первому варианту, плюс, что не нужно поддерживать никаких интеграций, каких-то витрин данных. То есть это дешевле в эксплуатации, грубо говоря, проще. Есть роли, как бы, если сильно переживаете, можно зайти под этой ролью и протестировать, а какие же документы там действительно видны. Вот, но при этом, вот при этом варианте, он вполне рабочий, но при этом варианте некоторые заказчики считают, что есть некие риски, что, а вдруг, а вдруг не сработает вот витрина данных или что-то еще, да. И, допустим, у вас установлено для одной организации, у вас в базе три ведется, а вдруг что-то слетит, он увидит все три базы, ну, не знаю, какие-то вариации, да, там есть в голове у заказчика. Вот, это одна история. Здесь точно вы будете знать, что находятся в витрине данных, что никаким другим, другой информации вообще технически нельзя получить, да, получить данные. Но при этом есть проблема с, ну, не то что проблема, а затраты по настройке витрины данных, по поддержке этой интеграции. Собственно, вот. Есть специальный пользователь, специальная роль. В демо-базе можете посмотреть. Светлана Васильевна, пользователь. Что это за роль? Это роль налогового инспектора. Вот именно в таком виде налогового инспектора видит информацию, да, вот именно в таком виде. Значит, вот подсистема налогового мониторинга, она сама находится, если мы зайдем сюда, здесь у нас есть корпоративные налоги, это я уже под пользователем, да, обычным, здесь есть подсистема корпоративные налоги и есть налоговый мониторинг. Вот подсистема налогового мониторинга выполняет какие функции? Она, во-первых, система, она система взаимодействует с межрегиональной налоговой инспекцией, то есть общение именно через систему вы можете делать. Да, вот видите, запросы налогового мониторинга, ответы на запросы налогового мониторинга, сюда поступают запросы, здесь вы отвечаете, даете ответы, то есть вот непосредственно вот взаимодействие именно в данном рабочем месте у вас происходит. Дальше, публикация данных для цели проведения налогового мониторинга, если мы делаем с вами витрину данных, и выполнение процедур внутреннего контроля в отношении данных бухгалтерского и налогового учета, а также здесь же формирование расшифровок налоговых деклараций, регламентированных отчетов и другой различной информации, которая передается налоговому инспектору. Система позволяет проводить проверку в соответствии данных различных отчетов и выявлять типовые ошибки в бухгалтерских и налоговых регистрах. То есть это все система может сделать. В чем заключается процедура внутреннего контроля? Вот чуть-чуть давайте проговорим про внутренний контроль, потому что это важно, и потому что про это написано непосредственно в налоговом кодексе, что должно это выполняться. Что вот технически это из себя представляет? Технически вот процедуру внутреннего контроля включают автоматический расчет контрольных соотношений между показателями налоговых деклараций, регламентированных отчетов, а также взаимосвязанных регистров бухгалтерского налогового учета и, естественно, сравнение первичных данных учетных деклараций. И еще техническая часть – это автоматическая проверка контрагентов с использованием сервисов 1С-контрагент и 1С-спарк-риски. То есть эта система подключена, соответственно, мы с вами можем сказать, что у нас в какой-то части внутренний контроль выполняется. Смотрите, когда мы с вами заводим, в чем это сказывается, да, 1С-спарк, 1С-риски, мы с вами хотим занести контрагентов. Справочник. Контрагент. Нам необходимо знать только ИНН-контрагента. Давайте вот сейчас для примера возьмем. Вот, видите, 1С-спарк-риски. Мы заносим с вами контрагента. Давайте на новом примере создать. Создать контрагента. Мы просто с вами вносим ИНН и заполнить. Ну, да, у нас уже есть такой контрагент. Он не хочет запоминать. Ладно, давайте тогда посмотрим так. У нас есть информация, есть в базе ФНС. То есть мы можем посмотреть эту информацию. И все данные, то есть все данные автоматически у нас подставляются в систему. И мы имеем информацию о том, что представляет собой данный контрагент. То есть есть ли у него какие-то, может быть, банкротства он оформляет. Может, какие-то есть судебные вещи. То есть вот такую информацию, которая доступна налоговому инспектору, мы тоже можем получить, собственно. Это является как бы также подтверждением того, что процедура внутреннего контроля у вас подключена, и вы не можете работать с недобросовестным контрагентом, собственно говоря. Дальше. Что еще хотелось бы отметить? Что программа обеспечивает возможность последовательной расшифровки до учетного документа, так называемый drill down, про это мы просто сказали уже. И система поддерживает возможность просмотра прикрепленных документов системы скан-образов, так называемых. То есть это просто функциональность системы, что к документам мы можем прикреплять какие-то первичные документы, досканы. Допустим, вот мы хотим, давайте авансовый отчет возьмем. Вот сейчас, секундочку. И мы увидим, что к авансовому отчету, ровно так же, как и к другим документам, мы можем прикрепить информацию. Либо отсюда, либо зайти непосредственно в систему. То есть у нас какой-то авансовый отчет, и мы хотим посмотреть, с чего он состоит у нас. По идее, товарищ, который у нас отчитывается, Захаров Кирилл, он должен был прикрепить сюда первичку. Как ее прикрепить? Мы просто загружаем какие-то данные из системы, и дальше ее здесь увидим. Пускай вот так будет. Все. И теперь всегда можно посмотреть этот документ непосредственно отсюда. Там мы откроем этот документ и увидим, что он из себя представляет. Вот, открыли документ, посмотрели, закрыли. И вот таким образом у инспектора будет такая же возможность, собственно, просмотреть эту информацию. Итак, давайте пойдем теперь к роли непосредственно инспектора. Посмотрим, что же он видит. Вот, это наш инспектор. Давайте чуть-чуть покрупнее сделаем. Как видим, здесь совершенно небольшое количество документации, точнее функционала, нет каких-то там кнопочек, как у других пользователей. Все так довольно эстетично, но тем не менее достаточно для налогового инспектора. Итак, что у нас здесь есть? Здесь есть все, что необходимо для проведения налогового мониторинга. Собственно, есть доступ к декларациям. Доступ к декларациям есть? Конечно, есть. То есть мы с вами заходим в декларацию, смотрим. Вот регламентированная отчетность. Здесь мы можем... Ну, конечно, это демо-база. Понятно, что здесь настолько, насколько, да. Опять же, есть у нас возможность смотреть присоединенные файлы, если необходимо. Да, и есть возможность у нас расшифровок данных. Мы можем расшифровывать различные данные. Ну, мы, инспектор, да, вот может опускаться, так называемый drill down. Это все, пожалуйста, можно посмотреть, из чего состоит декларация. То есть вот здесь непосредственно у нас есть вот регламентированная отчетность. по организациям, которые подключены к налоговому мониторингу и относятся к данному налоговому инспектору, да, вот к данной налоговой инспекции. Здесь на данном рабочем месте мы видим. Также есть рабочее место по запросам. Да, вот видите, журнал взаимодействия налогового органа и налогового плательщика. И здесь вот мы можем создавать какие-то запросы данных. Есть преднастроенные основания. При необходимости мы можем добавить как раз вот в регламенте взаимодействия мы это все с вами прописываем, и какие основания для запроса. Вот все это документируем, согласовываем непосредственно с налоговой инспекцией. Значит, какое основание, по какой форме отчета, по какому номеру главы, что главы налогового кодекса, что мы хотим получить, собственно, да. Здесь суть запроса, что мы хотим написать, описываем в текстовом формате, и какие же документы нам необходимо запросить, что мы хотим с вами запросить. Здесь вот список документов. Таким образом у нас запрашивается эта информация. Отправляем запрос, когда он у нас составлен. Сейчас не будем отправлять. Вот пример, да. Пояснить, почему сумма отражения в строке НДС по приобретенным ценностям не соответствует налоговому регистру, да. Пожалуйста, ответьте. Почему не соответствует у вас? Вот таким образом идет взаимодействие. Есть у нас галочка, что отметка об обработке устанавливает сам налоговый инспектор, что да, он это все дело обработал и понимает, почему. И также отсюда мы можем с вами открывать ответ непосредственно, что же нам ответил наш проверяющийся, да, что же он ответил нам на то или иное. Итак, это у нас декларация, это журнал взаимодействия. Вот таким образом вы видите, что налоговый инспектор имеет доступ только вот к функционалу налогового мониторинга. И здесь у нас доступна только перечень налоговых деклараций, запросы и какие-то ссылки на контрольные расшифровки, на аналитические отчеты, на данные налоговых регистров, да. Вот, то есть мы можем здесь посмотреть, упасть, допустим, в книгу продаж, можем посмотреть, из чего она состоит. Ну, к примеру, ну, сейчас у нас здесь демо-база, понятно, что здесь свежей информации точно не будет, но тем не менее, вот мы можем с вами формировать информацию, что здесь представлено у нас. Собственно, что еще хочется рассказать здесь? Наверное, вот именно по рабочему месту налогового инспектора, наверное, все. Здесь вот регистр налоговых, ну, смотрите, вот в правой нижней части здесь вот у нас представлены ссылки для доступа к данным бухгалтерского налогового учета по компании, по которой проходит, ну, вот налоговая вот эта история, да, проверка. Здесь мы видим, что есть регистры налогового учета по НДСу, есть у нас непосредственно книги покупок-продаж, есть анализ учета оборотно-сальдовы, справки, расчеты и так далее. И вот взаимодействие, здесь у нас сейчас не видно, вот по взаимодействию, здесь у нас есть реквизиты, журнал взаимодействия, ответы на запросы, отчет о работе запросной системы, отчет о работе налогового органа, да, и реквизиты по умолчанию налогового мониторинга. Что такое реквизиты по умолчанию? Вот по этой ссылке, вот видите, по этой ссылке, что мы здесь видим? Налоговый инспектор, по какой организации он работает, то есть вот Светлана Васильевна у нас видит только логистическую компанию за 2019 год, а Беляев видит у нас УК Дельта за 2020 год, то есть вот какие у нас настройки, какие права пользователя у нас есть, собственно, к системе, к какому инспектору конкретно мы разрешаем, кто с нами взаимодействует, да, здесь как раз это представлено. Да, вот при создании инспектором запроса данных налогового мониторинга будут автоматически подставляться вот эти вот данные. Вот, и давайте посмотрим на раздел ответы на запросы налогового мониторинга. По идее, здесь должны быть ответы, да, здесь открывается налоговому инспектору список подготовленных ответов на запросы с указанием даты, номера, основания и ответственного лица. Это вот у нас будет видеть. И журнал взаимодействия. Хоть что-то у нас здесь заполнено, да. Здесь вот есть перечень документов, расшифровка, что запрашивается. Вот здесь представлена информация о запросах за период, собственно, да. Вот здесь все наши запросы. Итак, это если у нас, ну, в принципе, и при одном, и при втором варианте работает вот такая информация, такая система. Ну, как мы говорили с вами, что есть возможность сделать витрину данных, то есть копия базы, куда непосредственно выгружаются данные. Давайте посмотрим уже под нашим внутренним пользователем мы зайдем и посмотрим. Есть такая история здесь, как рабочее место, где мы с вами настраиваем обмены, обмены данных. Что она из себя представляет? Это как раз место, где мы описываем, задаем данные, что будет у нас уходить в витрину данных, какая информация непосредственная. То есть мы хотим выгрузить какие-то справочники, указываем, какие справочники. Если мы снимем галочку, то данные справочники у нас уже выгружаться не будут. То есть здесь мы задаем варианты того, что мы разрешаем выгружать в эту витрину данных. А вот справочники, документы, какие регистры сведений. Вот в данном рабочем месте у нас задаются. И какие организации. То есть мы можем с вами задать здесь организации, какие выгружаются. То есть не по всем организациям. Выгружать данные. Собственно, да. Есть различные сценарии. То есть мы можем с вами задать разные сценарии для выгрузки. Ну вот, собственно, вот таким образом работает рабочее место по обменам, по выгрузке данных. Как таковое, именно доработки здесь, наверное, может какие-то и требуются, но не какие-то там значительные, да. Как бы сказать, для какого-то творчества здесь, допустим, в бюджетировании места точно нет. Здесь очень близко к РСБУ, да. Вот функциональность я имею в виду именно к подходу, что есть четкие регламенты, четкое понимание, что необходимо делать, четкие положения. Вот регламент мы с вами согласовываем перед началом работы непосредственно с налоговой инспекцией, регламент взаимодействия. И уже в соответствии с этим регламентом взаимодействия четко прописываем, что же у нас будет происходить в нашей системе, каким образом мы должны будем с вами взаимодействовать. Коллеги, какие есть вопросы? Напишите вопросы, пожалуйста. Мне кажется, я рассказала все, что можно было рассказать за это короткое время. Может быть, у вас есть какие-то более конкретные вопросы. Попробуйте написать. Да, вот я прочитала сейчас, что очень мелко видно, но, к сожалению, да, коллеги, вот как есть. В любом случае вы можете открыть демо-базу, да. Откройте демо-базу и зайдите под пользователем. Сейчас я вам скажу. Вот, пользователь Светлана Васильевна. Она так и называется налоговый мониторинг. То есть, если мы посмотрим, как называется пользователь, то это как раз вы не ошибетесь, что налоговый мониторинг называется. Вот, пользователь Светлана Васильевна, налоговый мониторинг. Собственно, можно скачать, посмотреть, что есть. посмотреть. Да, вот здесь отвечает, что Ирина, что будет видео в более широком формате, то есть вы лучше будете видеть, чем сейчас. Еще, наверное, надо отметить, что пока не каждой организации доступна эта функция налогового мониторинга, да, только для крупнейших налогоплательщиков пока налоговая инспекция готова идти на такие шаги, скажем так. Все, пока. Не каждым, но, естественно, с каждым днем, ну, пускай не днем, а с каждым годом все шире и шире будет список тех организаций, которые должны, которые подпадают под налоговый мониторинг. Коллеги, спасибо. Всем хорошего дня. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова